Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня подробно поговорим о спортивном событии, которое на первый взгляд не имеет к Рязани отношения, но если во всем разобраться, еще какое. В минувшее воскресенье в Сочи, наверное, многие из вас видели по телевизору, состоялся гала-матч ночной хоккейной лиги, в котором 8 шайб за команду звезд НХЛ забросил президент Российской Федерации Владимир Путин. Все вместе это называлось «Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд 2015». И вот в этом фестивале и в гала-матче принял участие мой коллега, депутат Рязанской городской думы, президент группы компаний «Автоимпорт», региональный представитель ночной хоккейной лиги в городе Рязани, Олег Смирнов. Олег Евгеньевич, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо, что с сочинского льда к нам в студию. Как впечатления от турнира? С какими эмоциями вернулись? Ну, впечатление, как всегда, яркое. С каждым годом турнир по счету четвертый, с каждым годом организация его и популярность. Турнир любительских команд все больше и больше. Настолько популярным стал любительский хоккей и в России, особенно в Рязанской области. И с каждым годом все больше и больше людей, больше и больше как раз любителей. А лига называется у нас «Любитель 40 плюс», говорит сама за себя. То есть, по формуле идет, кому исполняется 40 и выше. Она пополняется, пополняется количеством людей, количеством команд. Особенно в нашей области мы успешно участвуем в рейтинге российском. В общем, мы находимся на второй строчке после города Москва. Сейчас мы об этом чуть подробнее поговорим. А пока вот все-таки о главном. Я сам смотрел прямую трансляцию по каналу «Россия-2». Видел, как раз за разом президент отправлял шайбы в ворота звезд фестиваля. Вы были в составе звезд фестиваля. Как с президентом на льду? Прибавил за последние годы? Ну, конечно, прибавил. Он уже 4 года на льду. Немножко в историю. Первый фестиваль прошел 7 мая 2012 года, в день инаугурации президента Владимира Владимировича Путина. После инаугурации первое, что он сделал, он пришел на фестиваль, переоделся в форму и сыграл галоматч. Это было 7 мая 2012 года. Он выступил во дворце спорта перед 15 тысячами зрителей. И сказал, что я вот год на льду и обещал забить гол. Он, по-моему, там забил несколько голов. А теперь, спустя 4 года, мы все, кто следит за этим, мы все участники ночной хоккейной лиги. А их на фестивале около трех тысяч было, со всех более чем 80 регионов представители. Заметно прибавил президент. И мало того, что он за собой привел очень много людей из правительства России. И хоккей – спорт номер один. Стремительно развивается на этот вид спорта в стране. Не только хоккей для достижения высшего мастерства, то есть континентальный хоккейная лига, но и детский хоккей, юнорский хоккей. И вот четвертый год существует любительская хоккейная лига, которая приобрела с легкой руки, опять же, Владимира Владимировича, название «Ночная хоккейная лига». А вот почему «Ночная хоккейная лига» Олегович? Почему «НХЛ»? Ну «Ночная хоккейная лига» НХЛ никак она не… Только по бокам у нас выпадает с НХЛ, с канадской, с североамериканской хоккейной лиги. «Ночная хоккейная лига» очень просто, потому что люди играют разных профессий, люди, которые уже состоявшиеся в жизни, то есть лига 40+. Поэтому все люди, во-первых, заняты на своих рабочих местах и выбирают время для участия в тренировках, в соревнованиях только в вечернее время. А так как льда всем не хватает, катастрофически, потому что команд очень много, поэтому время остается только глубоко вечернее. То есть, поэтому два года назад было название «Российская любительская хоккейная лига». Ну вот немножко преобразовалось, переформатировалось название в «Ночную хоккейную лигу». И так закрепилось это название, и на русском, и на английском языке она звучит как «Ночная хоккейная лига», которая уже популярна не только в России, но и за рубежом, потому что на четвертом фестивале 15-го года уже было, по-моему, 14 команд из-за рубежа. Ну, «Ночная хоккейная лига», я сейчас вот возьму в руки этот буклет и покажу его на камеру в процессе нашего разговора, начну листать, и можно будет посмотреть отсюда кое-какие снимки интересные, да. «Ночная хоккейная лига» в Рязани, вот что она представляет из себя, да, насколько вы, я вас внимательно слушал, «Рязанская НХЛ» чуть ли не самая НХЛ в России. Да, здесь вот в этом каталоге 15-го года есть рейтинг ночных хоккейных лиг, так скажем, всей страны, участвует 85 регионов, Рязанская лига стоит после Москвы на втором месте, с удовольствием об этом скажу. Вот, это по количеству команд, сюда входит рейтинг, образуется по количеству команд, по организации, по освещению, то есть по количеству привлеченных людей и по качеству проведения. То есть у нас в лиге на сегодняшний год 13 команд, вот, подали заявки уже на следующий сезон 15-16 года, мы дойдем до количества 16, вот, и я думаю, что это не предел, потому что, кроме того, участвуют в соревнованиях, просто тренируются еще очень много людей, то есть около, не около, а свыше 500 человек у нас, наше ветеранское, опять я не люблю этого слова, потому что слово ветеранский, хоккей, кто наблюдает, то смотрит, как бы, с натяжкой говорят слово, ветераны, не могу назвать этих людей, кто вот наших, участников ветеранами, то есть участвует свыше 500 человек, занимаются, вот, участвуют 13 команд, это те команды, которые организованы, у которых есть комплекты формы, которые имеют не менее трех пятерок, вот, которые имеют своего тренера, которые имеют какую-то систему тренировок. То есть все по-взрослому на самом деле? Ну, да, все по-взрослому. Вот ветеранский хоккей, ночная хоккейная лига, какое вот это все влияние оказывает на популяризацию хоккея в целом? Задача ночной хоккейной лиги не достижение больших результатов, а вовлечения как можно больше количества людей, как раз вот того возраста, ну, который является, вот, лига наша называется 40+, еще раз повторюсь, на спортивной площадке. То есть в прямом смысле этого слова люди реанимируются от каких-то других занятий и приходят на хоккейную площадку, пополняют наши ряды. На них смотрят их дети, внуки. И если, как бы, вы посетите наши матчи, значит, вы кинели, вы увидите, сколько там зрителей, какие эмоции у зрителей. Приходят все смотреть, товарищи по работе, семьи, то есть жены, дети, внуки. То есть очень много, очень интересно. Но, разумеется, заглядя на участников, идет популяризация хоккея. Потому что этот спорт в нашей стране спорит, если во всем взять, во всем мире, как в Европе считается футбол, спорт номер один, то в России футбол и хоккей, они между собой, как бы, ну, такой баланс идет. Они спорят друг с другом. И, по-моему, по статистике, 13-14 годы хоккейный матч посетили в России больше, чем футбольный матч, количество зрителей. То есть идет, в общем-то, их популяризация. Все-таки каково это быть на льду вместе с президентом Олег Евгеньевичем? Двумя словами. Да, ну, я уже четвертый раз, четвертый год подряд меня приглашает в нашу сборную команды ночной хоккейной лиги. Но очень ответственно, когда выходишь на лед, и 15 тысяч, полный зал, в Сочинском ледовом дворце Большой, где проходила Олимпиада. Большая ответственность. Ну, как бы все с опытом приходит спокойствие. То есть получается все лучше и лучше играть при таких количествах зрителей. Ну, я хочу сказать, что это неимоверно круто, когда твой коллега по Гурдуме, видишь его на льду, как он противостоит президенту страны, и потом вместе на общей фотографии. Спасибо, Олег Евгеньевич, что нашли время и приехали к нам в студию. Олег Смирнов, участник гала-матча звезд ночной хоккейной лиги, региональный представитель НХЛ в Рязани, был гостем программы подробностей.